приветствую жимы рыболовы и в этом видео я покажу как приготовить гороховый аттрактант горох лучше всего замочить на 6 часов или на ночь в воде я не буду его замачивать у меня не было времени это сделать поэтому я буду варить чуть дольше у вас время варки будет меньше если вы замочите горох и так нам нужно 2 стакана гороха и 4 стакана воды так горох в воде доводим до кипения потом ставим на медленный газ и варим примерно около часа это если горох был предварительно замочен если он не был замочен время варки будет дольше что должно получиться здесь здесь должно получиться гороховое пюре то есть когда у нас сварится горох его нужно будет размять по принципу приготовления пюре из картофеля так для меня пройдет около двух часов для вас пройдет мгновение потом когда сварится наш горох нужно будет воспользоваться картофелью мелкой либо толкушкой принцип один и тот же прочим пока что варим горох так пока варится горох я делаю другой компонент это у нас три столовые ложки обжаренных семечек и около 7 столовых ложек обжаренных семян конопли перемалываю через мясорубку так как в дальнейшем они нам пригодятся горох постепенно варится ох и запах этот от гороха идет сразу вспоминается мастырка рыбалка на карасика те времена когда ничего не нужно было для рыбалки а лишь взять немного хлеба масло пахучего и все этого было рыбе достаточно вот были раньше времена но такие времена уже далеко позади хотя в некоторых регионах например астрахань где-то на юге все еще можно довольствуется подобной рыбалкой но в других регионах все обстоит куда сложнее я убедился это на личном опыте так как сейчас нахожусь именно центральной россии а не на юге где жил раньше но и там бывали времена именно на юге не очень хорошие с рыбалкой и именно сложные водоемы плохой клев сподвигли меня заняться тем чем я занимаюсь сейчас делать свою авторскую прикормку аттрактанты ароматизаторы чтобы всегда быть с уловом независимости от условий и мест где бы я не находился чтобы всегда быть с рыбой даже когда ни у кого не ловится как я говорю хотя бы поймать пару рыбешек именно для этого я копил и собирал опыт также из различных других источников учил иностранные языки чтобы смотреть на их опыт ведь европейцы по рыбалке шагнули далеко вперед это к нам все приходит с опозданием наши страны так что некоторые рецепты которыми делятся европейцы англичане не в частности я перевожу иногда на русский язык и публикую их также на канале но соответственно я рецепт не просто вот так вот взял и тут же скопировал и выпустил на канале конечно же нет я во первых его готовлю самостоятельно для себя потом я выезжаю на рыбалку и пробую рыбачить на данной добавки а потом я уже ношу какие-то свои корректировки в это делаю только качественные видео чтобы все это работало именно так как и должно сегодня же я вам ничего иностранного не показываю показываю именно свой опыт авторский рецепт приготовления горохового аттрактанта также хочу внести корректировки в то что я сейчас говорю а конкретно то что на нашем канале авторская прикормка 90 процентов на канале это все мое авторство то что делаю лично я то что принадлежит лично мне все это можно использовать для личных целей для любительской ловли всем кому это необходимо и кому мой опыт полезен так что брать рецепт из канала использовать их коммерческих целях продавать запрещено исключительно для личных рыбалок все прикормки ароматизаторы аттрактанты канал авторская прикормка это весь мой рыболовный опыт которым я делюсь для того чтобы любители рыбной ловли также могли им воспользоваться и возможно многие уже из вас именно на нашем канале нашли для себя прикормки которые используют на постоянной основе или другой опыт который помог так или иначе в рыбной ловли был рад стараться для нашего рыболовного сообщества также я выражаю всем нашим подписчикам канала авторская прикормка лайк ставлю вам всем друзья всегда рад читать положительные отзывы о своем опыте то что он вам также помогает это и мотивирует меня дальше делиться своим опытом и показывать вам как новые рецепты так и рецепты которым уже и по пять лет и по семь лет хотя многим кажется что у рыбака не может быть такого опыта вполне может и у меня есть даже тот опыт которым я не делюсь но примерно от всего моего опыта это процентов 10 того что я не могу так показать на канале по причине того что это пустят в продажу и будут на моем честном имени зарабатывать деньги я этого не хочу чтобы было так и поэтому стараюсь по возможности все вам показывать от души но прям явные такие рецепты я все-таки храню пока что в тайне возможно будущем я и покажу что-то из этого ведь я не для этого это показываю чтобы кто-то на этом зарабатывал деньги я делюсь этим для того чтобы люди имели возможность самостоятельно что-то готовить и рыбачить и иметь огромный успех на рыбалке при этом чтобы человек написал спасибо все достаточно ведь купить можно все что угодно магазине а сделать собственными руками это уже другой вопрос более сложный и не каждый знает об этом ведь я был когда-то таким же новичком и не знал абсолютно ничего и потратил часть своей жизни на изучение всего того чем делюсь сейчас ведь когда я столкнулся с подобной проблемой недостатка информации о различных прикормках мне было очень тяжко именно это сподвигло меня заниматься тем чем я занимаюсь и весь мой опыт можно видеть на канале авторская прикормка да там не весь опыт ведь канал существует не так давно всего лишь год вот такая небольшая предыстория о нашем канале впрочем вы знаете горох готовится долго поэтому немного вам рассказал полезной информации сейчас придем к следующему этапу и так смотрите вот тот момент когда выкипела практически вся вода нужно быть очень внимательным чтобы горох не пристал и не подгорел это очень важно когда практически выкипет вся вода нужно сделать из этого гороха пюре после этого если осталась еще вода прямо на медленном огне дать ей выкипеть вот видите еще есть жидкость она здесь нежелательно пюре из гороха должно быть достаточно густое и так когда сделали наше пюре нужно добавить чайную ложку соли столовую ложку сахара все это тщательно размешать все размешали выключили огонь даем прям немного остыть после того как немного остыла всыпаем наши компоненты заранее подготовленные тщательно еще раз размешиваем вот и запах пошел от семечек семян конопли так теперь всыпаем стакан муки я муку использую овсяную можно использовать обычную так всыпали стакан муки замешиваем еще раз все отлично теперь постоит поставок совсем остынет мы продолжим дальше работать с нашим гороховым трактантом так пустой как наши трактант остыл его нужно замешать по размеру примерно как лепешку и в таком виде отправляем в духовку и поджариваем до золотистой корочки температуру ставить примерно как для пиццы но главное это все не пережечь сколько держать точно не буду говорить потому как духовке у всех разные поэтому периодически смотрите также это будет зависит от толщины нашего трактанта также порционно можно его подогреть и микроволновки и потом дать ему около недели подсохнуть естественным образом но я конкретно делаю с этим трактантом так что поджариваю в духовке до готовности чтобы он крошился как корж и так как вы видите хочу вам на наглядном примере сейчас показать чтобы вы не допускали таких ошибок так как я делал все это на камеру и сделал слишком толстый корж поэтому мне пришлось все это располовинить но принципе она целая не нужно если будете делать одним куском запекать то делайте максимально тонко я это сейчас разбил на части чтобы все пропеклось как надо так как духовка это работает не очень хорошо поэтому часто бывают такие проблемы я вам на наглядном примере сейчас это демонстрирую чтобы вы не допустили ошибку важно пропечь целиком весь наш трактант можно делать это порционно как угодно главное его запечь либо подпечь немного и потом уже оставить сушиться около недели я же сейчас буду пропекать полностью так как этот трактант мне понадобится уже буквально через сутки я его буду использовать много прикормки для рыбалки вот так выглядит наш поджаренный трактант высушим теперь берем его загружаем мясорубку и перемалываем кто будет сушить его естественным образом соответственно там когда пройдет неделя тогда уже и перемалывать в блендере мясорубке кому как удобней также можно будет разломать руками до мелкой фракции так я за кадром продолжу все это перемалывать и так все перемолол так как у меня духовка работает не совсем корректно я дополнительно прокаливаю перемолотый трактант на сковородке вас благодарю за поддержку подписывайтесь на канал кто еще не подписан и увидимся в следующем очень полезным интересным видео на канале авторская прикормка ну все пересыпал в пакет на хранение все пахнет просто изумительно пишите комментарии по и и и и и и и Продолжение следует...